Дети – самый пытливый народ, поэтому среди них так много желающих что-то сконструировать своими руками и даже усовершенствовать уже существующие вещи и приборы. Кому бы из взрослых, например, пришла в голову идея сделать такой вот мини-пылесос для сбора мелких отходов? Маленькая Юля Феррах создала лампу для релаксации, сделала её дома вместе с папой и мамой. Технология проста – полколбы воды, четверть обычного растительного масла, таблетка витамина С и немножко чернил. Можно использовать дома, если после напряжённого дня заварить себе чай, неяркий свет и музыку спокойную. Это как для расслабления. Можно подобрать чернила любые. Может быть, даже разные цветы чернила, но то, что они всё равно перемешаются. Настоящим волшебником стал Лёша Журкин. Ему удалось провести сложнейший химический опыт, благодаря которому ребята смогли увидеть, как происходит процесс горения настоящего вулкана. Он даёт оксид хрома – хороший катализатор для ускорения химических реакций. Его вот так вот именно и вырабатывает в лабораториях. Мудрое изречение гласит – всё гениальное просто. А что может быть проще и, соответственно, гениальнее, чем детская мысль или рождённая в голове ребёнка идея? Наверное, удивляет ещё то, как дети отыскивают эти удивительные вещи. Вот, казалось бы, из самого обыкновенного предмета, уже негодного для употребления, вдруг рождается маленькое чудо. И, конечно, тогда вся школа радуется, потому что потом эти пылесосы, машины, которые убирают, всё действует, дети в это играют. Чехол для мобильного телефона эти ребятишки могут сделать всего за три минуты из обычного воздушного шара, а удобную подставку для горячей сковороды изобретут и вовсе за считанные секунды. Специалисты утверждают, изобретать могут все дети. Важно не растерять это умение с возрастом. Главное, чтобы всё было систематично и целенаправленно. И тогда из этих малышей вырастут настоящие гении. Инга Швецова, Евгений Зыков, Панорама Севера. Субтитры сделал DimaTorzok